здравствуйте уважаемые коллеги сегодня я хотела бы представить вам доклад на тему русские мотивы в романе челя веста мираж 38 данное исследование было выполнено при финансовой поддержке гранта рфф и взаимопритяжение взаимоотталкивание литературы россии и финляндии второй половины двадцатого начала 21 веков условиях приграничен россия и финляндия имеют общее прошлое после 1917 года и выхода финляндии из состава советского государства контакты народов не прекратились политические экономические связи оказали большое влияние на историю обоих государств не менее важны культурные взаимоотношения которые проявляются в том числе литературе русские мотивы можно обнаружить в произведениях финских писателей разных эпох елена григорь на сони в монографии взаимопроникновения русской и финской литературы в первой половине двадцатого века комплексно рассматривает подобные контакты в современной литературе описание исторических событий также не обходится без русских мотивов чель веста шведоязычный писатель из финляндии приобрел известен благодаря романам которых искусно сплетает воедино исторические события и художественный вымысел важная особенность творчества веста состоит в том что оно двуязычно журналист хэндрик велиэн называет его создателем языкового моста между шведским и финским поскольку он пишет романы и новеллы по-шведски а публицистику по-фински сам писатель в интервью финской телерадио компании или высказался так цитата исторический роман не должен быть лекция по истории есть много причин того что в этой книге мираж 38 300 они 500 страниц как в предыдущих теперь мне лучше получается вписывать исторический контекст повествование конец цитаты чель веста отмечал что всегда сознательно допускал некоторые хронологические неточности однако всегда серьезно относился к описанию войны смерти и насилия сюжет на основу его произведений также становится история финляндии показанное с точки зрения финляндских шведов стремление челя весту передать дух времени реализуется с одной стороны в активном использовании исторических реалий а с другой во внимание к настроениям и идеям актуальным в обществе того или иного периода во всех своих романов автор вводит в повествование подробности знакомые широкому кругу финских читателей название улиц ресторана фильмов описывает известные события роман челевеста мираж 38 2013 года охватывает период продолжительностью 8 месяцев упомянутого в названии 1938 года а присутствующие ретроспективы расширяют временные рамки до 1918 года благодаря наличию нескольких персонажей находящихся в центре внимания автор романа получает возможность с разных сторон осветить отношение финляндского общества к историческим событиям на фоне которых разворачивается повествование не случайно роман получил несколько премий в том числе в 2014 году литературную премию северного совета с комментарием цитата произвеческое произведение наполненное духом времени воплощает в жизнь критический момент в истории финляндии влияющий и на нашу современность конец цитаты важную роль в романе мираж 38 играет вплетение в сюжет упоминания советско-финских взаимоотношениях на примере жизненных перипетий главного героя адвоката класса тунны ранее он был дипломатом и работал финском консульстве в москве класс тунны находился в дулости в течение 10 месяцев 1936 года и покинул свой пост раньше срока ко времени повествования жизнь в москве осталась для главного героя в прошлом как он сам признается возвращение из москвы в хельсинки случилось поскольку цитата больше не было работы все контакты были заморожены никакой торговли никакого культурного обмена никакого туризма конец цитаты класс тунны после возвращения из москвы оставил дипломатическую службу и за мной и возобновил деятельность своего адвокатского бюро упоминания о событиях прошлого и реалиях жизни советском союзе возникает беседах персонажей романа и воспоминаниях главного героя упоминание советском союзе является неотъемлемой частью повествования на развитие сюжетной линии они не оказывают непосредственного влияния но без них непонятен контекст в котором происходит действие советско-финанские политические взаимоотношения неоднократно упоминается на странице книги короткие фразы становятся своеобразными якорями связывающими вымышленных героев и реальность придавая сюжету весомость и правдоподобие как уже было указано в своих интервью достоверность и точность в описании событий связанных с войной важна для писателя такого рода упоминания можно условно обозначить как объективные поскольку они соотносятся с реальными событиями таким же образом в романе возникает именно достоевского и гоголя стравинского шаляпина что показывает уровень образования и эрудиции героев но есть и упоминание советской действительности иного толка их можно обозначить как субъективные их отличие в том что описание представлено читателю от лица главного героя пропущены через призму его восприятия наиболее яркой иллюстрацией этого является описание жизни класса туны в москве описание столицы советского союза в романе мираж 38 приобретает негативный оттенок здесь завершились и дипломатическая карьера и брак туны его жена отказалась переезжать поскольку цитата не верит большевикам особенно таким как стали конец цитаты москва 1930 годов в романе предстает мрачным безрадостным городом цитата запах дешевых духов лежала одежды и дезинфицирующих средств люди в ужасе нет не в ужасе они в панике никто не говорит с иностранцами малейшая оговорка может привести на лубянку читая подобное описание города нельзя не вернуться к упоминаниям о достоевском и гоголя писатель знаком с их творчеством что доказывает сделанная им отсылка к русской литературе главный герой романа посещает психиатрическая больница своего друга по пути туда туны против своей воли представляет как подобные заведения могут быть устроены цитата он не понимал откуда всплыли эти страшные картины но инстинктивно соотносил их со снегом и холодом возможно думал он в попытке рационализировать эти мысли на него повлияли достоевский или гуголь или еще кто-то из уже почивших русских а возможно кто-то из пролетарских писателей швеции их описание страданий бедняков подошли под настроение ци конец цитаты опираясь на эту отсылку мы можем предположить что в описаниях москвы чайлвеста мог испытать влияние русской литературы переложив подчеркнули из нее знания петербурге на столицу советского союза по своему положению тонны как сотрудник дипломатического представительства сталкивается существующим советском обществе разделением не считая роскар сосуществует в одном городе цитата европейский лоск бального зала отеля метрополь шампанское и омара для посвященных в том городе где люди одевались лохмотья а полки магазинах всей зияли пустотой конец цитаты странные и чужды классу туны символика революции и размах проводимых праздничных мероприятий чайлвесту пишет об эпохе 1930-х годов овладая большим багажом знаний его распоряжение и исторические сведения о дальнейшем развитии событий и многочисленные документы о которых современники описываемых событий не могли знать и художественная литература поэтому в романе мираж 38 праздничный парад описывается так цитата красный 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 повсюду прожекторы освещали широкие центральные улицы и пустынные площади школьников и студентов маршировавших прямыми рядами с флагами в конец цитаты после парада герой обращает внимание на развивающийся при полном штиле флаг над кремлем как подсказал его коллега это происходит благодаря установленной ветровой машине цитата туны посмотрел на освещенные прожекторами неустанно реющий флаг осенним вечером он выглядел удивительно словно лужа крови текущая с небес конец цитаты вновь при помощи нескольких не самых пространных описаний червейство создают картину столицы советского союза благодаря своему положению главный герой его книги может увидеть как внешнюю сторону жизни в которой участие населения есть все чего не пожелают а население с радостью марширует праздную годовщину революции так и изнанку он видит людей которые бедствуют которые запуганы при этом сам должен быть весьма осмотрительным чтобы оставаться в безопасности в условиях контроля со стороны советских властей совокупность всех этих факторов подтолкнула ранее успешного дипломата к тому чтобы досрочно ставить свой пост этого поступка не поняли ни коллеги не знакомые внешне его карьера складывалась весьма благополучно однако главный герой с его чувствительностью и либеральными взглядами не мог смириться с окружающим миром цитата я начал ненавидеть весь город признал туны хотя не сам город атмосферу в нем конец цитаты лишь немногие описания добавляют положительные черты к образу москвы туны обладая тонкой чувствительной душой обращает внимание на окружающую его природу цитата река блестит словно серебряная последние солнечные лучи освещают красным купола церквей сумерки долгие прохладные конец цитаты лето же воспоминания главного героя выглядит иначе цитата предыдущее лето единственное что он провел в москве последние дни перед возвращение в хельсинки ужасная жара запах гари белый тополиный пух лежавший после цветения деревьев вдоль улиц липким снегом конец цитаты а вообще воспоминания москве и москвичах главного героя можно сделать вывод что чельвесту для описания исторического фона подбирает факты таким образом чтобы создать необходимую для литературной выразительности атмосферу имея в своем распоряжении весь багаж знаний в эпохе сталинизма на пол накопленный за 20 век далеко не все описанные факты соответствовали действительности несомненно что столь мрачное описание советского союза в памяти главного героя романа появилась как совокупность ряда причин он оказался в чуждой среде страх который туны видит вокруг себя побуждает покинуть москву вот он и даже возникает мысль о том что он возможно вообще не может жить в большом городе цитата внезапно ему пришло в голову что он вообще не был городским человеком урбанистическая цивилизация уничтожала человека делала его не только тревожным и нервным но и слабым капризный городская культура уводила человека от его изначально природы где он жил с небольшим количеством схожих с ним по духу людей сохраняя свое тело и свои здоровые инстинкты конец цитаты представляется важным отметить что в этот момент писатель прослеживает зарождение в советском союзе нового индустриального мира нового уклада жизни для туны этот образ существования не подходит несоответствие политических воззрений также порождает внутренний конфликт проявив немного гибкости туны мог бы отработать положенный срок московском представительстве вернуться в хельсинки с хорошим послужным листом однако он делает иной выбор и оставляет свой пост досрочно писатель усугубляет драму в душе героя поскольку параллельно то он и переживает кризис в личной жизни понимает что супруга в скором времени оставит его безусловно это также накладывает трагический отпечаток на то как туны воспринимает и окружающий мир и свое будущее упоминание о советском союзе в романе челевесту мираж 38 можно объединить в три группы воспоминание главного героя о нескольких месяцах жизни в москве сведения о политических взаимоотношениях советов с финляндии и общекультурные факты политики в произведении уделяется немного времени она становится фоном на котором накладываются воззрения литературных персонажей их согласие или несогласие с тем что происходит внутри страны и за ее пределами выявляет их характеры и иллюстрирует средств царевших финском обществе настроений в период 1930-х годов основное внимание челевеста уделяет описанию шведской части жителей кельсинки свое выражение но получает во взаимодействии класса туна с окружающими в том числе со своими друзьями в его воспоминаниях преобладают негативные оттенки подобная гамма чувств складывается из объективных и субъективных факторов с объективной стороны несколько месяцев москве стали литературным испытанием из-за несовпадения менталитета и отношения к идеям коммунизма точнее его внешнему проявлению действительности москвы 30-х годов с субъективной стороны это время было периодом личностного кризиса героя что наложило отпечаток на восприятие на восприятие действительности подводя итог отметим появление в биографии главного героя романа мираж 38 эпизода связанного жизнь в москве обогащает произведение в сюжетном плане отношения советским союзом играли важную роль во внешней политике финляндии в 30-х годах поэтому выбор автором место службы для главного героя отнюдь не случайно одновременно он расширяет географические рамки произведения объясняет политическую подоплеку ситуации происходящих с героями романа и показывает в этом контексте и характеры на этом у меня все спасибо за внимание